Достигай Израиль и весь мир Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы заканчиваем серию программ, которую я назвал «Простые, но глубокие истины». Знаешь, если подумать, то самые глубокие откровения, которые мы получили, были самыми простыми. Чистая правда. А еще мы можем упустить их, если не будем внимательны. Поэтому нам нужно прислушиваться к Духу Святому в этом мире. Да, Иисус сказал, что мы не войдем в Царство Божие, если не станем как детям. Истина, которая меняет нас и преображает нас в образе Иисуса, является очень простой. Это такие истины, как любовь, терпение, дисциплина и другие понятные вещи. Верно. Дети постоянно воспринимают все простые вещи, которые их окружают. Их восхищает все виденное. Поэтому, когда будете смотреть этот выпуск, восхищайтесь простотой. Баруха Шем, добро пожаловать! Приветствую вас, во имя Иисусом. Я с радостью готов продолжить вместе с вами путешествие по Слову Божьему. Я назвал это путешествие простые, но глубокие истины. Я делюсь с вами ключами, которые помогут вам прийти к единству с Богом. Мы начали несколько недель назад и говорили о Енохе, который так ходил с Богом, что Бог буквально забрал его с земли, и его не стало. Мы говорим не о религии, а, как я это называю, о научной реальности. Мы можем войти в такое сверхъестественное единство с Богом, что будем ходить в истинной победе. Так мы сможем стать господами своей жизни. Я хочу сказать, что мы можем иметь победу в духе, если будем ходить с Богом. Ключи, которые я даю вам, настолько простые, но если мы не будем практиковать их, то упустим многое. В прошлой программе я говорил, что если мы хотим ходить с Богом и иметь единство с Ним, то мы должны признавать Бога во всем. Возможно, вы думаете, что вы это и так понимаете, но это куда глубже, чем вам кажется. Я рекомендую вам просмотреть предыдущие выпуски. Что означает признавать Бога во всем? Это не просто говорить «я верю в Бога». Это имеет куда большее практическое применение, которое должно действовать в нашей жизни. Если мы будем признавать Бога не только на словах, а и в том, как мы живем каждый день нашей жизни, пока мы не начнем признавать Его настолько, что будем благодарны Ему за каждый вздох, пока мы не осознаем эту реальность, мы не будем жить в победе, которую Бог приготовил для нас. После этого мы говорили о следующем ключе. Чтобы ходить с Богом и иметь единство с Ним, нам нужно понимать Его пребывание в нашей жизни. Дух Божий часто говорит к нам через условия, через наши сны, через то, что говорят нам другие люди, через божественную интуицию и через наше сердце. Дух Божий говорит к нам разными способами. Но многие из нас упускают это. Пока мы не начнем понимать Его пребывание и узнавать Его голос, пока мы не начнем осознавать это, пока у нас не будет ушей, чтобы слышать, пока мы не начнем понимать Его пребывание и распознавать Его голос, мы не сможем ходить с Отцом так, как Он задумал для нас. А на прошлой неделе я говорил о том, что мы можем ходить в единстве с Богом, если обличемся в Его природу. Мы много говорили о том, что нам нужно контролировать свою плоть и облечься в природу Бога. Это может звучать как знакомая истина, но это также и новая истина, реальность такова. Если мы облечемся в его природу, в его подобие, то нам нужно очень сильно сфокусироваться на этом, потому что каждый день мы сталкиваемся с сопротивлением со стороны мира, плоти и дьявола. Нам нужна каванна. Это фокус на иврите. Мы должны каждый день проживать с целью, обликаясь в смирение, в кротость, в любовь, в чувствительность и в силу, а ни в коем случае не критиковать. Если мы не будем делать этого целенаправленно каждый день, то мы не сможем ходить в экстремальной победе с Богом. Ну а еще я говорил о законе схожести и несхожести. Чем больше мы становимся похожими на Иисуса, тем больше мы познаем Бога. Именно об этом молился Иисус в Евангелии от Иоанна. Только послушайте. Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки. Так вот Иисус сказал, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче во Мне, и Я в тебе, так и они да будут в нас едино». Хошем, или Творец, это имя Бога на иврите. Пока мы не поймем, что нужны усилия с нашей стороны, чтобы мы стали едино, вместе с Ним, как Иисус и Отец едины, пока мы не поймем, что каждый день нам нужно сражаться, участвовать в войне, пока мы не поймем это и не будем вести сражение веры, мы будем жить от неудачи к неудаче. Но послушайте меня еще раз, пожалуйста. Чем больше мы ограничиваем плоть, сдерживаем гнев и досаду, и не выплескиваем их, сдерживаем критику и обвинения, чтобы делать это, нужна сила, уверенность и целеустремленность. Нам нужно ограничивать свою плоть и добровольно говорить слова веры, любви, жизни, а также то, что несет добро. Пока мы не начнем делать это, мы не сможем ходить вместе с Богом. И по этому поводу я хочу задать вам один вопрос. Сколько раз вы замечали, что сплетничаете о людях? Это нарушает ваше общение с Богом. Так вы не сможете ходить с Ним. А сколько раз вы критиковали людей? Это тоже нарушает ваше общение с Богом? Вот такая простая, но глубокая истина. Подключитесь к этому сражению. Контролируйте свою плоть и выбирайте дух. Тогда вы будете ходить с Богом так, как вы представить никогда не могли. Вы можете сказать, «А я уже хожу с Богом», но всегда есть к чему стремиться. А возможно, вы уже ходите с Богом, но ваш путь может пойти еще выше. Чем больше мы ограничиваем плоть и облекаемся в дух, чем больше мы становимся похожими на Иисуса, тем больше мы переживаем Хошема в нашей жизни. Ну а еще я говорил на прошлой неделе о том, что мы можем ходить с Богом, когда мы усваиваем Его любовь. Нам нужно осознать Его любовь. Мы можем говорить, «Я верю, что Бог меня любит». Мы можем цитировать Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих. Можем говорить постоянно, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Мы можем говорить о Божьей любви. Мы можем посылать людям открытки со словами о Божьей любви. Мы можем даже петь о любви Иисуса к нам и вообще Иисусу нашей песне. Однако, даже после всего этого, мы можем не осознавать Божью любовь и то, что Творец действительно любит нас. Некоторые из вас чувствуют стыд и вину, и эти чувства мешают вам осознать Божью любовь. Вы должны понять, что Иисус умер на кресте за вас. Он пролил свою кровь, чтобы забрать у вас весь стыд и всякое греховное осознание. Бог желает знать, что Он стер ваши грехи. Представляете, как сильно Он любит вас. И поэтому мы должны признавать Бога во всем. Возможно, вы думаете, что вы это и так понимаете, но это гораздо более глубокая истина, чем то, о чем вы думаете. Я рекомендую вам посмотреть предыдущие наши выпуски. Это означает признавать Бога во всем абсолютно. Это не просто говорить, «Я верю в Бога». Это имеет куда большее применение, которое должно действовать в нашей жизни. Если мы будем признавать Бога не только на словах, но и в том, как мы живем, вот тогда нас ожидает успех. Пока мы не осознаем эту истину, мы не сможем иметь следующий ключ. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы будете обучать этих новых верующих, Отец Своим Иисусом. Молюсь за всех этих людей, которые вышли вперед и желают стать работниками в Твоем винограднике. Пусть Бог обильно благословит вас, потому что вы желаете заботиться о душах. Аминь. Я хочу сказать вам, когда вы примете Иисуса, тогда Божья жизнь войдет внутрь каждого из вас. Вы рождаетесь свыше, и все в вашей жизни меняется. Все становится новым, когда вы решаете следовать за Ним. Мы привезли вам Евангелие от Иоанна. Пожалуйста, читайте. Божье Слово. Я очень хочу, чтобы вы читали его каждый день. А потом идите в церковь, пожалуйста. Найдите церковь, где вы будете доверять пастору. А в понедельник, в 10 часов утра, приходите на водное крещение. Там мы крестим вас. Я очень люблю вас. Пожалуйста, приходите сегодня и приводите всех своих друзей. Приводите всех, кого только сможете. Я люблю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Мы будем ожидать вас на нашем служении. Я говорил это в прошлый раз и хочу сказать еще раз. Почему Бог создал нас с вами? Почему в книге Брешит или Бытие сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию? Он создал нас по своему подобию. Зачем Он это сделал? Почему Он создал человека и дал ему свое подобие? Все потому, что Он хотел создать сосуд, который Он мог бы заполнить собою. Он создал нас по своему образу, чтобы поделиться собой с нами. Он создал нас с вами как кувшины, совершенные кувшины, которые могли бы уместить Его. Бог настолько переливается через край, переливается через край Его доброта, Его любовь, красота, величие и сила. Бог переполнен победой и всем хорошим, и Он желает, чтобы люди тоже это испытали. Он желает делиться собой с другими. Он сказал Аврааму, «Я твоя непомерная награда». Бог создал нас с вами по своему подобию, чтобы поделиться собой с нами и чтобы мы переживали реальность так, как переживает ее Он. Весь смысл в том, чтобы пережить Его реальность. Бог желает, чтобы вы разделили Его реальность. Но для этого мы с вами должны быть убеждены в том, что Он по-настоящему любит нас. Послушайте, Иисус убрал грех с нашего пути. Он убрал чувство вины. Он убрал осуждение. Теперь нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Нам с вами лишь остается открыть наши сердца и осознать благоволение Отца к нам. Он больше не злится на нас. Хочу сказать вам, что Бог любит вас даже в ваши худшие дни. Его любовь никогда не подведет вас. Он никогда не будет любить вас больше, чем сейчас. Вам нужно быть убежденными в безусловной любви Бога к вам. Отец любит вас. Он желает, чтобы вы осознали Его любовь к вам. Он желает, чтобы вам было хорошо и приятно. Он желает, чтобы вы были счастливы. Подумайте, когда вы ели в последний раз, вы же наслаждались едой? У меня на обед был суп с шариками мацы. Любимое блюдо еврейских мальчишек. Моя жена приготовила мне этот суп. Было так вкусно. Она добавила немного соли и перца. Мне нравится текстура шариков из мацы. Было очень вкусно. Этот суп согрел мой желудок. Почему же Хошем, Творец, дал мне пережить удовольствие от этого супа? Разве не Он создал меня для ощущения удовольствия? Библия говорит, что Он – Бог удовольствия. Бог желает, чтобы вы были счастливы и чтобы вам было хорошо. Он желает поднимать вас. Он желает, чтобы вы жили в победе. Он любит вас. И Он хочет, чтобы вы открывали сердца и верили в это. Нам нужно осознать Божью любовь к нам. Ну и, наконец, чтобы ходить с Богом, нам нужно понять наше предназначение. Если мы будем жить так, чтобы наша жизнь имела значение, имела цель, и мы поднимались сверху, для этого нам нужно осознать наше предназначение. Как я уже говорил, мы здесь для того, чтобы войти в единство с нашим Творцом, где бы вы ни жили – в Африке, на Гаите, в США или в Иерусалиме. Ваше предназначение не меняется. Наше предназначение – измениться в образ Божий и войти в единство с Ним. Я скажу это еще раз. Не имеет значения, безработный вы или доктор, парикмахер или полицейский, уборщица или бухгалтер. Не имеет значения, чем вы занимаетесь или где вы живете. Путь может быть разным, но пункт назначения один. Цель в том, чтобы прийти к единству с нашим Творцом. Мы здесь для того, чтобы ставить Бога на первое место. Применяйте эти принципы в своей жизни каждую секунду, каждого дня. Возможно, мы идем разными путями, возможно, мы из разных частей мира, и у нас разные профессии. Одни молодые, другие взрослые, одни в браке, а другие нет, но у всех нас один и тот же пункт назначения. Прийти в единство с Хошемом, с Небесным Отцом, через любовь Его Сына, Царя Иисуса Христа. Все, о чем я говорил, и все, что я описывал в этой серии программ, пожалуйста, не относитесь к этому легкомысленно. Это простые, да, но глубокие истины. Может, это просто, но простые истины могут быть самыми весомыми. Поэтому я призываю просмотреть всю эту серию. Делайте записи. Ведите конспекты. Еще раз посмотрите на эти принципы. Признавать Бога. Это во-первых. Во-вторых, понимать Его присутствие. В-третьих, осознать Его любовь. И в-четвертых, понять Его предназначение. Для лучшего понимания, я призываю вас, закажите эту серию программ. Опять же, ведите конспекты, размышляйте, молитесь и напоминайте себе об этих пунктах. Делайте это в течение года. А потом, до конца своей жизни. Примите решение работать над этими принципами каждый день в течение всего года. И я вам обещаю, что вы наполнитесь силой от Духа Божьего. Это будет сверхъестественно и так, как никогда раньше. Послушайте, Бог любит вас больше, чем вы можете даже это осознать. Бог безграничный. Представляете, как широка, глубока и велика любовь Бога к вам. Он создал нас для себя. Он сострадает нам и хочет, чтобы мы переживали Его радость и Его реальность. Это не религия, а реальность. Это научная, духовная истина. Применяйте эти истины к вашей жизни. И я вам обещаю, что вы будете благословенны, и радость Божия будет вашим уделом. Итак, признавайте Бога. Понимайте Его присутствие. Это первое и второе. Третий пункт. Осознавайте Его любовь к вам. И в-четвертых, понимайте Его предназначение. Я уверен, что эти принципы отзываются у всех, кто хочет следовать за Богом. Говоря о том, чтобы войти в согласие с Духом и войти в полноту всего, что Бог создал для нас, я говорил, что нам нужно осознать любовь Отца. Нам нужно осознать любовь Иешуа в нашем сердце. Правда в том, что в истории было много великих мужей и жен Божьих. Это люди великой веры. Однако, прожив для Бога всю жизнь и даже совершая для Бога великие дела, они так и не осознали, как сильно Бог любит их. Как же это обидно. Знать Божью любовь, это самое важное, что мы можем иметь. Читать о ней, слушать рассказы других людей о ней, или даже цитировать Писание о ней. Это совсем не то же самое, что познать ее наличным опытом. Как я и говорю, этих людей очень жаль, потому что они жили хорошей жизнью. Да, они были хорошими людьми, но были ли они насыщены любовью. Осознание того, что Бог любит нас полностью, меняет нас. Да, именно поэтому он начал с таких слов. Возлюби Господа Бога твоего. Любовь важна для Бога. Но мы можем очень легко потеряться в жизненной суете или отвлечься на различные дела и заботы и полностью забыть об этом. Нам нужно постоянно программировать себя, чтобы входить в согласие с Богом Отцом, с любовью. Мы должны принимать Его любовь и отдавать ее с хвалой и поклонением. Принимать и отдавать. Принимать и отдавать. А если мы постоянно заняты, пытаясь сделать все, что нам кажется таким важным, то мы лишимся этой первой любви. Мы можем лишиться ее. Павел молился, это моя любимая молитва, чтобы Господь направил сердца ваше в любовь. А еще он молился о том, чтобы мы осознали широту и долготу, высоту и глубину Божьей любви. Я постоянно молюсь об этом. Отец, помоги мне осознать Твою любовь ко мне. Мы родились в этот мир, отделенными от Бога. Библия говорит, что мы родились в духовной тьме, поэтому мы в процессе выхода из тьмы в Божий свет, чтобы по-настоящему осознать Божью любовь. Поэтому я призываю всех вас присоединиться к апостолу Павлу и молиться о том, чтобы Отец направил ваше сердце в Его любовь, и чтобы вы познали, что Он любит вас одинаково. Когда вы падаете и когда вы успешны, Его любовь к вам безусловно. Когда мы осознаем это, то будем способны на великие дела, и это благословит нашего великого Бога. Только задумайтесь о Его великолепной любви. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Завершим передачу Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Это был последний выпуск серии программ «Простые, но глубокие истины». Если вам понравилась эта серия и вы хотели бы приобрести копию, то зайдите на наш сайт или позвоните нам. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велит Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».